Представители территориального общественного самоуправления – это люди, которые находятся на переднем крае работы с гражданами, держат руку на пульсе жизни. Они хорошо знают проблемы и пожелания жителей и стараются им помочь. Но им самим также нужна поддержка, прежде всего информационная. Об этом в нашем первом материале выпуска. В лагере «Ровесник», расположенном на берегу Азовского моря в Очуевском сельском поселении, на выездной обучающий семинар собрались руководители и активисты ТОС со всего Славянского района. Это настоящие проводники народных инициатив, помощники для людей, организаторы многих нужных мероприятий. Так они себя зарекомендовали за годы работы. Их работа у всех на виду, и она очень важна. В процессе своей работы вы сталкивались с огромным объемом различных вопросов. И эти вопросы, я, по крайней мере, взаимодействую с вами, кто меня хорошо знает, не слышал ни одного простого в решении. Ну, ни одного простого. И это получается ежедневная такая рутинная работа. В неформальном общении я прошу вас, кто-то, может быть, с кем-то не знакомый, поделиться опытом. Поверьте, у каждого из вас есть огромный опыт, во-первых, рабочий, во-вторых, достаточно большое количество заслуг. Помогает в работе с населением использование социальных сетей. Однако для того, чтобы с максимальной эффективностью применять все их преимущества, нужно владеть технологиями и использовать весь инструментарий. Об этом и шла речь на семинаре. Мы сегодня поговорим немного об Инстаграм. Что это такое, вы определенно знаете, поверхностные, может быть, есть знания. Но есть несколько инструментов для того, чтобы вам, в первую очередь, определить, вернее, найти и пополнить свой аккаунт от вашей целевой аудитории. Потому что вы, работая на своих участках, можете укладывать определенную информацию, информировать, общаться, наводить коммуникации. Докладчик рассказал присутствующим об инструментах коммуникации и формировании общественного мнения с помощью социальных сетей. Заместитель начальника управления культуры Славянского района Дмитрий Решмет рассказал об истории района, которая уходит вглубь веков, о сохранении и популяризации историко-культурного наследия и ответил на вопросы собравшихся. Большой интерес у всех вызвало практическое занятие игра на командообразование «Квиз «Моя Россия». Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский высоко оценил усилия квартальных или администраторов по работе с населением и сказал в их адрес самые добрые слова. Те, кто называются квартальными, руководителями ТОС, вы делаете самую главную работу. Вы на передовой с людьми, потому что по вашему настроению можно судить о настроении в обществе. Вы всегда найдете теплое слово, когда человеку нужно помочь, объяснить, разъяснить. Иногда вы можете чуть пожестче, когда нужно мобилизоваться. Без вас не проходит ни одно маломальски важное мероприятие. И сейчас вроде сегодня у нас праздник, а началась перепись, да? Надо всех учесть, потому что от этого зависит потом планирование и так далее и так далее. Самое главное мне хочется в этот день, ну, перескать вам спасибо за вашу работу, спасибо за то общение. И я, допустим, не представляю своей деятельности без вашей помощи и поддержки. Участие в семинаре очень помогло всем, кто здесь собрался. Нина Свистельник накопила богатый опыт за годы работы в станице Петровской. Наша работа – это первое дело общения с людьми. С людьми, которые у каждого человека есть свои какие-то проблемы, обращаются к кому? Квартально. Первым делом обращаются к квартально. Квартально уже эти. Если сами мы не решаем, нам помогает администрация, специалисты, которые посильны в этих ответах на эти вопросы. Конечно, общение с людьми – это первое дело. И понимание, входить в каждое положение. Обмен передовым опытом очень продуктивен, считает Галина Стельмух из Маевского сельского поселения. Это очень прекрасно. Погода сегодня соответствует нашему настроению. Мне понравилась очень позитивная, хорошая игра, мышление было. Понравилось, как рассказывали с сетями работать, потому что сейчас на современном этапе надо больше работать именно в этой форме. Еще что понравилось, что, конечно, мы делимся опытом. Многие здесь девочки новые. Мы уже, слава Богу, со стажем делимся, рассказываем, делимся опытом, что можно подсказать, как провели у нас какие-то мероприятия. Семинар был продолжительным и очень интересным. У собравшихся было много вопросов, на которые они получили исчерпывающие ответы, а также появились свежие идеи для применения полученных знаний в дальнейшей работе. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, Константин Монастыренко. Программа «События». Программа «События»